Всем добрый день! С радостью приглашаю вас в мое новое видео. Я продолжаю генеральную уборку своего большого дома. Надеюсь, что вы посмотрите это видео, замотивируетесь, хоть немножечко вас поддержу, направлю, настрою на уборку. Потому что знаю и согласна с тем, что делать генеральную уборку, особенно в больших домах, это достаточно сложно, долго, трудоемко. Недавно вышло видео на моем канале с генеральной уборкой нашего мансардного этажа, второго этажа. Там у нас три спальни, санузел и холл. А сегодня начинаю уборку первого этажа. Здесь у нас много комнат, здесь более грязно, скажем так. Начинаю уборку с тамбура. При входе в дом у нас тамбур. Это небольшая комната. Здесь мы раздеваемся, разуваемся и, соответственно, при выходе одеваемся, обуваемся. Также здесь большое хранение у меня сезонной верхней одежды. Весенние, осенние, зимние обуви также. И весенние, и осенние, и летние. Вообще вся обувь у меня хранится здесь в тамбуре круглогодично. Первым делом я хочу разобраться с шкафами, убрать всю летнюю обувь на хранение, достать осеннюю обувь. У нас здесь огромные два гардеробных шкафа от пола до потолка. Обувь я всегда вот так вот меняю сезонно, которая уже не нужна. Там то сезон прошел, вот как сейчас, летнюю обувь складываю в ящики, в коробки, на задний план отправляю их на хранение. А сюда на передний план выставляю осеннюю обувь, которую я буду носить сейчас в сезон. Точно так же одежду. Я всегда как-то их меняю с одного шкафа в другой. Вот главный шкаф у меня есть и такой второстепенный по главности, скажем так. Главным шкафу у меня одежда ту, которую мы сейчас носим согласно сезону. А во втором шкафу это вот хранение на последующие сезоны. Вот сейчас главный, как я его называю, шкаф. Я перевесила все вещи уже такие потеплее. Все вещи дочери, мои и мужа. А все тонкие, какие-то ветровочки, курточки, пальто убрала в другой шкаф. Мне так удобно и всем моим членам семьи удобно, но чтобы не ковыряться во всей одежде и не думать, где же там какая одежда. То есть вот такого рода сортировка посезонная. Летнюю обувь отправила на хранение на задний ряд в нижнем ярусе, а на передний ряд выставляю, достаю из коробок осеннюю обувь. Также я ее пользуюсь и зимой часто. Ну, во-первых, у нас зимы не сильно морозные. Ну, а во-вторых, я часто бываю на машине. Поэтому осеннюю обувь практически всю ношу и зимой. Сумочки у меня также здесь хранятся. Не могу сказать, что у меня их какая-то огромная коллекция. Но по цветам есть много. Это бордовая, она подходит у меня под сапожки. Светлая, вот такая молочная, тоже подходит под некоторую обувь. Я ее, кстати, использую летом и зимой. Зеленая, с коричневыми вставками и ручками. Подходит под целых трое моих сапог и зимних, и осенних коричневых. И, ну, черная, конечно же. И вот такая коричневая. Все сумки, кроме последней коричневой, это кожаные хорошие сумки. Они мне служат уже по много лет. Гардеробные шкафы это Икея. На верхних ярусах у нас хранятся вот такие гофры, ну, органайзеры. Также Икея. Они прекрасно туда вмещаются по размеру. И они очень вместительные. Хранится у меня тут, ну, просто полгардероба. Ну, во-первых, все шапки, шарфы, перчатки сезонные, которые я вот меняю. А во-вторых, теплые такие баллоневые штаны, в которых мы зимой ходим на прогулку. И даже вся летняя обувь, ну, там шлепки, кроксы, в общем, та, которая не требует хранения в коробках, тоже хранится у меня в этих гофрах. Вот этот органайзер с кармашками, тоже Икея, он, ну, просто моя любовь. Очень удобно мне в ней хранить все шарфы, платки, перчатки. Они, во-первых, не разваливаются. Во-вторых, их хорошо видно. Я сразу могу взять то, что мне нужно. И не мнутся. Очень удобный. Я думаю, что на просторах интернет-магазина можно что-то подобное найти. Прям советую. Очень удобная вместительная вещь. Ну, в общем, все. В шкафах у меня порядок. Я приготовила сезонные вещи, все на своих местах, перебрала. Какие-то вещи нужно отнести в ремонт. Там, например, на куртке заменить молнию. Мою шубку отнести в химчистку. Нашла вот коньки и ролики дочери. Они в отличном состоянии. Выставлю, наверное, в продажу. Кстати, никому не нужно в хорошем состоянии. Продам недорого. Кое с какой обувью уже пора вообще попрощаться. То есть, вот приготовила на выброс. Вынесу пока на крыльцо. Тут еще вот коробки тоже с обувью, которую нужно просто выбросить на мусор. И уже не хранить и не захламлять свой дом. Ну, а теперь начинаю уборку с самого помещения, этой комнаты. Начинаю, как всегда, с верхов. С сухой тряпкой прохожусь по потолку и по верхним плинтусам. Ну, убираю паутинку. Все, что на этой паутинке накопилось. Также похожу прямо по углам, по всем и частично по стенам. Потому что паутина везде. И так даже ее сдалека и незаметно. Но в приближении она, ну, реально прямо даже по стенам. Я думаю, что это зависит еще от региона, в котором мы живем. Мы живем в Воронежской области. Это практически юг. У нас очень долго теплый период. И паутины у нас постоянно в доме очень много. Мне кажется, что в более холодном климате паутины должно быть меньше. Возможно, я ошибаюсь. Напишите, дорогие хозяюшки, потому что я знаю, что меня смотрят зрители со всей страны. Как у вас обстоят дела с паутиной. Из мебели у нас еще в тамбуре стоит обувница. И такая скамеечка, на которой удобно присесть и обуться. Эта мебель тоже все Икея. Из декора у меня здесь вот такие вот фонари. Это фамилия. Я их купила весной в этом году. Но невозможно было не купить. Но дюжи они красивые. И были по супер скидке. Ну, примерно как-то по 500 рублей. Ну, и вот я их здесь разместила. Мне они нравятся. Иногда летом мы выносим их на террасу. Зажигаем свечи. Ставим там. Есть колбы стеклянные. Все безопасно. Они очень красиво, декоративно смотрятся. При проведении генеральной уборки я пылесошу по одному и тому же место, одну и ту же комнату много раз. Там, например, сверху пыль стрясла, пропылесосила. Затем там из шкафы убралась. Все равно все опять налетело из этих шкафов. Опять пропылесосила. И так далее. Ну, чтобы эта пыль, опять весь мусор с места на место, как говорится, не передвигался, я пылесошу много раз. Теперь мне остается фасады помыть, двери. А также при генеральных уборках, которые я делаю два раза в год, я всегда просматриваю вот эти свои белые элементы, которых у нас очень много в доме. Наличники, плентуса, верхние и нижние, откосы. И они часто требуют какого-то обновления. Они желтеют, темнеют, и отмыть их качественно невозможно. Я их просто подкрашиваю белой краской, водоэмульсионной. Беру всегда для наружных работ. Она как-то лучше ложится, у нее лучшая укрываемость. И быстренько кисточкой в один слой прохожусь. Это так освежает весь дом. Ну, вот представьте, это входная дверь. Все заходят, прислоняются, трутся локтями, руками берутся и так далее. То есть, здесь постоянный контакт с верхней одеждой, с руками. Ну и, конечно, это все замусоливается, загрязняется. Начинаешь сильно тереть прямо тряпкой, с какими-то средствами становится еще хуже. Поэтому я просто промываю откосы плентуса и прохожусь краской. Ну и все, уже последние штрихи. Промываю тщательно пол. Коврик я помыла, уже просох практически. На место его отправляю. На нем у нас хранится обувь, которая сейчас в носке. Отправляю на место корзину. Я ее когда-то сама делала. Здесь хранится все по уходу за обувью. И вот такой вот маленький декоративный стульчик. Ну все, кругом у меня чистота. Освежила красочкой откосы. Все беленькое, чистенькое. Я очень довольна. Перебрала все шкафы. Подготовила сезонную одежду и обувь. Комната 4,5 квадратных метра. А потратила я на нее почти 5 часов. Но зато генеральная уборка состоялась. Теперь перехожу в гостиную. Здесь вообще у нас тяжелый случай. И делать генеральную уборку очень сложно. Так как у нас архитектурно дом построен со вторым светом в гостиной. Что это значит? Это когда частично в доме нет перекрытия. И высота этой комнаты в два этажа. То есть высота в гостиной у нас 5 метров. Соответственно, чтобы убраться где-то под потолком, да хотя бы минимально снять пыль, паутину, протереть потолок или верхнее окошко овальное. Но это нужно лестницу. И на лестнице даже и то высоко и страшно. Поэтому вот эти все высотные работы мне помогает сделать муж. Вот видите, он стоит на трехметровой лестнице. Сам он у меня высокий мужчина. И еще швабра и на вытянутой руке. Только таким образом можно снять паутину со всех верхних плинтусов. Он проходится также и по вот этой уклонной стене по белой. Там тоже всегда много паутины. Она уже не белая, а темная от пыли. И ее прямо уже видно. Ну и где-то раз в год мы это делаем. Вы спросите, как мы здесь моем потолок? Отвечу вам, никак. Последний раз мыли 4 года назад. Приносили строительные леса. Нанимали людей и они мыли нам потолок. Все. Теперь еще, наверное, через несколько лет сделаем ту же самую процедуру. Шторы в гостиной у меня 3,5 метра длиной. Они у меня из натурального бархата. Очень красивые. Я их прям очень хотела. И мне они до сих пор, они у меня уже 4 года, очень нравятся. Мне кажется, они прям наряжают всю гостиную. Но стирать их в машинке нельзя. Нужно в химчистку отдавать. Но это как-то очень муторно и накладно. Поэтому мы их редко вот так снимаем и выбиваем тщательно от пыли. Но грязниться им там не от чего, если честно. Я до них практически не дотрагиваюсь. От кухни они далеко. То есть тут никакой жир не садится на них. Окно я не занавешиваю, потому что у нас есть жалюзи. Они висят и выполняют декоративную функцию. Ну а пыль, конечно, собирают в себе. Дальше я сняла весь текстиль. Это декоративные наволочки. Пледы отправляю в стирку. Занимаюсь окном. Здесь у нас жалюзи металлические, самые обычные. Они всегда очень пыльные. Я их снимаю и мою в душе. Просто прохожусь водой. Лейкой душевой. Затем немного губкой без никакого средства. Здесь тоже нет никакого жира. Просто пыль, которая легко смывается. И затем они у меня там стекают от водички, сохнут. И я их вешаю на место. Окно огромное. Тоже мыть его достаточно сложно. Делаю я это редко. Два раза в год в генеральную уборку. Вот сейчас здесь с внутренней стороны помою. И так как уже на улице серело, это уже вечер был. На следующий день я его помыла с наружной стороны. Вот сейчас вы видели кадры, сколько пыли. Прям лохмотья пыли. Это вот все с верхних плинтусов, со штор, когда мы снимали, с жалюзей. Вот столько пыли нападало. Еще один пылесборник, который даже не выполняет никакую функцию у нас в гостиной. Это вот эта батарея. Вы не поверите, она даже не подключена к системе. Когда мы строили дом, вообще у нас здесь теплый пол на первом этаже. Но так как здесь огромное окно и высота 5 метров, было запланировано дополнительный источник обогрева. Это вот этот радиатор. Но он не пригодился. И поэтому даже не подключен к системе. В доме и так тепло, теплые полы справляются. Но он тут висит и, короче, пыль собирает. И я каждый раз в генеральную уборку его протираю. Как я уже говорила, что во время генеральной уборки пылесошу много раз. Потому что пыль просто какой-то ужас лохмотьями на полу, чтобы не носилась на ногах, на тапках, на носоках. Туда-сюда она не перелетала с места на место. Постоянно пылесошу. На комоде на этом у меня каждую неделю, конечно, протирается пыль. Единственное, генерально я здесь хочу помыть вот эти вот искусственные цветы. И мою просто мыльным раствором под душем. И потом просушиваю, протряхиваю, просушиваю. И все, они свеженькие, чистенькие. Они тоже очень такие хорошие пылесборники. Также все внутри комода прохожу. Проверяю. Кое-что там надо выбросить, как всегда. Что-то там лежит, то, что не должно лежать здесь. То есть не на своем месте. Ну и, конечно же, протираю тщательно пыль. Вдоль лестницы на стене у нас такая галерея из семейных фото. Это была моя мечта еще за много лет до того, как мы построили и перешли жить в этот дом. Что у меня будет лестница и там будет вот такая вот галерея в белых рамках из семейной фотографии. Ну вот мечты сбываются. Единственное, что, конечно, они тоже являются пылесборниками. И вот я, наверное, полчаса возилась с каждой рамочкой, потому что на каждом бортике лежит пыль. Сначала их нужно все протереть, а потом еще поправить, чтобы они висели ровно. Затем тщательно протираю ограждение лестницы. Ну а здесь я так потихонечку сняла. Я вызывала специалистов. У нас есть в городе, я думаю, что в каждом городе они сейчас уже есть, которые качественно, тщательно моют диваны, ковры. Ну, в общем, химчистка, мягкой мебели, ковров керхером. Короче, я в восторге. Диваны просто как новые. Хотя мне казалось, что они, ну, и не сильно-то и грязные. Но вот спинки вот на этом диване были сильно грязные. Вот реально. У меня тут муж лежит, тут головой, тут ногами. На вот этом маленьком диванчике мой большой муж всегда лежит. Вот, тут головой, тут вот коленками как-то он так лежит. Ему тут удобно. И было сильно замусоленное. На кровати никогда не накрываю диваны. Ничем там, ну, чтобы сохранить их как-то, нет. Диваны, я не люблю эти все тряпки, пледы, диваны закрытые всем вот этим. Я, конечно, так пыталась что-то там подчищать периодически, но признаюсь честно, что у меня не получалось довести их до какого-то чистоты. Ну, и я вот вызвала специалистов с керхером, и он мне два дивана почистил. И я бы не сказала, что это какая-то невероятно дорогая услуга. За два дивана я отдала две тысячи. То есть, как это рассчитывается? Посадочные места. Вот здесь диван на три посадочных места, а здесь на два. То есть, пять посадочных мест по четыреста рублей. Вот. Кресла не стала чистить, они чистые, потому что там никто на них у нас и не сидит. Они так там в редких случаях. Так что, вот, советую от души. У кого мягкая мебель уже такая уставшая, да, то прям рекомендую от души. Как новенькие. Ну, все, я убралась. Тут уже последние штрихи. Все чистое. Вешаем, раскладываем, расставляем на место. Муж мне помог повесить шторы на место. Ну, а все остальное я уже сама. Диваны на место раздвинула. Кресла. Ставлю цветок. Это у меня монстера. Кстати, очень хочу добавить живых растений комнатных в доме. Может быть, кто-то смотрит меня из города Лиски, из моего города. Кто-нибудь поделится, если отросточками. Я вам буду очень благодарна. Или, может быть, у вас есть какие-то интересные растения, и вы продаете их. И то сообщите, пожалуйста, я с удовольствием рассмотрю ваши предложения. Хочется каких-то интересных, красивых растений. Ну, и, конечно, чтобы они были не слишком прихотливые. Возможно, вам интересно, какой техникой я пользуюсь для уборки дома. Ничего сверхъестественного у меня нет. У меня есть три пылесоса. Один робот-пылесос, который сам по времени ездит по первому этажу. И каждый день собирает пыль. Также у меня есть два беспроводных пылесоса. Один на первом этаже. Он уже старенький, он быстро разряжается. Но я им редко пользуюсь. Там в тамбуре подпылесосить песок. Ну, а в основном с этим справляется у меня робот-пылесос. А на втором этаже у меня хороший пылесос. Беспроводной Равмит. Мне его относительно недавно, ну, наверное, месяца 3-4 давали на обзор. Мне он очень нравится. Я прямо без рекламы говорю, ну, что он классный. И если вы хотите, то по цене более-менее приемлемый. И хорошо справляется с своей задачей. Очень мощный. Также держит долго зарядку. То есть я могу два этажа им пропылесосить. И зарядка еще не закончится. Швабра с ведром у меня от Изиклин. Мне она тоже очень нравится. Себе брала и маме брала. Ей тоже очень нравится. Могу рекомендовать в планах и вообще в мечтах купить себе паровую швабру. Ну, посмотрим. Если куплю, обязательно поделюсь. Ну и все. Уборка моя, слава богу, закончилась. Еще в одной комнате. Последние штрихи. Одеваю чистые наволочки. Раскладываю пледы. В моей голове генеральная уборка дома всегда проходит много стадий. Начинается все с того, что как же мне начать, как же мне вообще на себя настроить на это. Начинаю всегда с неохоты. Понимаю, что это очень трудозатратно, долго. В доме все перевернуто, неудобно. Каждый раз говорю сама себе, да зачем же мне все эти площади, да почему же у нас такой большой дом, да сколько тут всего, всяких вещей. Потом наступает стадия, втягиваясь в процесс. Хочется просто каждый миллиметр пройти, протереть, убрать, как-то перебрать. Ну и окончательная стадия, это конечно супер наслаждение, чистотой, свежестью, гордость за себя, что какая я молодец, что все это сделала. Жить в большом доме, ну лично мне очень удобно. Просторно, свежо, много света, много места, можно вечеринки устраивать, гостей принимать. У каждого члена семьи есть свой уголок. Но конечно, когда касается вопроса ремонта или уборки, ну тут сразу становится грустно. Потому что это действительно очень трудозатратно и финансово затратно, если это касается какого-то ремонта. Ну, вывод такой, что у всего есть свои плюсы и минусы. А вообще, я свой дом очень люблю. Мне здесь уютно, мне здесь удобно, спокойно. Мы о нем долго мечтали, построили и теперь уже 8 лет в нем живем. Тамбург, гостиная на первом этаже у меня теперь в идеальном порядке. Я переношу свое внимание и ваше внимание. Потому что одно из следующих видео будет генеральная уборка кухни-столовой. Здесь у меня сейчас вот что творится. Потому что я уже начала эту уборку. Вещи, которые были на столешницах, на полках, на открытых, я уже помыла, протерла и перенесла на обеденный стол. Ну а здесь продолжается у меня генеральная уборка. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Буду мотивировать вас на генеральную уборку ваших домов, квартир. Потому что скоро уже наступит декабрь. Будем украшать дом к Новому году. И мне очень хочется, чтобы он был идеально чистый. В Новый год пойдем с красивым нарядным домом и с идеально чистым. Всем пока и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok